Привет! Снова в офисе. Были в машине, теперь в офисе опять. Хочу поделиться с вами о духе. Дух и в основном, конечно, дух святой. Дух святой. И можем даже затронуть тему дух святой и дух истины. Я не собираюсь делиться о том, кто такой дух святой, кто такой дух истины, относительно определенных теологических критериев. Мы просто разложим на части слова и посмотрим, кто такой дух, кто такой дух святой, кто такой дух истины. Я буду использовать, конечно, свою дощечку. Писание, священное писание говорит, что Бог есть дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе истине. Как мы уже говорили в другом уроке, и как вы все прекрасно это знаете, что на иврите дух это руах. Руах. И традиционно, через симфонию Стронга или другие истолкования, вы увидите также, с какими словами ассоциируется дух. Дух ассоциируется со словами, как ветер, движение, воздух, дыхание, атмосфера. И все это совершенно правильно. Кстати, человеческий дух также будет руах. Дух есть дух. Человеческий ли это дух или дух, кто есть Господь, это руах. В Новом Завете это слово пневма. Духовный человек, пневматикос, который живет духом, который живет в духе. И дух с греческого пневма, мы знаем пневматическое оборудование, пневматика, вот откуда пришло это слово, где задействуется воздух, принцип сжатого воздуха, где воздух исполняет роль движимой силы для того или иного инструмента или действия и так далее. И также в греческом он значит дыхание, атмосфера, ветер, движение. Мы понимаем, что без духа движения нет. Движения не будет. Но что же из себя, что значит дух, если мы немножко посмотрим глубже? Чем глубже мы посмотрим, тем более глубже мы можем познать, ассоциировать себя с духом. И функция, когда мы углубляемся в слово, функция, в которой мы будем действовать, двигаться, совершать работу, также будет углубляться. Итак, друзья мои, давайте посмотрим сначала на слово дух. На слово дух. На слово дух. Руах. Руах. Слово дух. Из каких букв состоит слово дух? Оно состоит из трех букв. Первая буква это рэш. Рэш. Что значит голова, головенство, владычество, господство, господство, мысли. Вторая буква, которая входит в составляющую слово руах, это ваав. ваав. Что значит колышек для шатра? Крючок. Гвоздь. То, что скрепляет и соединяет. Соединять может духовное с физическим, небесное с земным, и третья буква это буква хет. Буква хет. Что она значит? Разделить оградить. То есть это ограда, ограждение. Защитить. Также новое начало. у нас не осталось места. Связано с воскресением. Эквивалент этой буквы 8, число 8. Воскресение. Новое начало. Воскресение. Итак, друзья мои, теперь мы можем конкретно посмотреть, когда мы говорим руах, когда мы говорим дух. Мы что имеется ввиду? что Бог вложил три основные функции в слово дух. Первая функция духа быть главой, быть главным. то есть это главенство, владычество, господство и также в голове, в мыслях, в разуме. Вторая функция духа это скреплять и соединять духовное с физическим, небесное с земным, соединять слова соединять вещи в творении. Но также очень важно здесь, что это колышек палатки или шатра. Это значит, что нам нужно разбить шатер, нам нужно разбить лагерь, нам нужно поставить палатку с духом. с Богом. Обитать и пребывать в руахе. и третья функция друзья мои это ограждать, разделить, отделить, то есть дух ограждает при этом то, что он ограждает или кого он ограждает, он защищает охраняет, оберегает, утверждает и через это ограждение он также отделяет нечто от негативного вторжения, от негативного влияния. вот основные функции духа. Так, а где моя стиралочка? стиралочку, если позволите, забыл я стиралочку, сейчас на секунду, на три секунды я отличаюсь, отлучаюсь, чтобы взять кусочек туалетной бумаги и стереть все это. И тут я обратно возвратился. Па-пам! Итак, посмотрим дальше. Мы разобрали дух. Теперь посмотрим дух святой. Дух святой. Руах хакодеш. Кто-то говорит кадош, кто-то кадеш, я говорю кадеш. Руах хакодеш. Мы посмотрели на слово руах. Давайте посмотрим на слово кадеш. Святой. свят, свят, свят. Господь Бог Вседержитель. Бог есть Бог Святой. Будьте святы. Святой, а лучше сказать посвященный, потому что в слове Святой можно можно усмотреть и уловить некоторые такие корни идолопоклоннического характера. Но этим мы сейчас заниматься не будем. Кто такие посвященные кодешим 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 посвященные. Итак, давайте посмотрим Дух Святой. Прекрасная, замечательная личность, которая на нас, которая в нас и которая через нас. Утешитель, наставник, помощник. Люди воспринимают Дух Святой по-разному. На одних собраниях люди скажут, я чувствовал мурашки по коже, на коже. Дух Святой присутствовал мощно на собрании. То есть у разных людей, у разных церквей есть разное представление, когда присутствует Дух Святой, что Он делает и как Он проявляется. И Он проявляется по-разному. Но давайте посмотрим на функции Святого Духа. Дух мы знаем Святой. И соответственно мы ответим на вопрос кто такой Святой. А соответственно что такое Святость? Не по пониманию определенного проповедника как он это понимает, как он это видит, или как это написано в словарях, потому что то, что написано в словарях не соответствует тому, что есть в реальном действительности. Это абстракция. Святой, святость и так далее. так как это описывается чистой, неоскверненной. Да, но не это имеется в виду. Кто-то скажет другой. Это уже ближе. Но когда Господь сказал святой и отождествил себя с тем, что он святой и отождествляет нас как святых, что он имеет в виду. Слово святой Кадеш состоит из трех букв. Первая буква это буква КАВ. Значение открыть себя для для и согласиться с воздействием Божьим. через которое он смиряет покоряет покоряет наши греховные страсти изменяя изменяя нас своей рукой. основные слова которые описывают букву КАВ это открыть согласиться смирение покорение все тогда вот открытая ладонь это открытая ладонь что этот символ значит открытая ладонь. И есть другие вещи которые это значит. Вторая буква это ДАЛЕТ ДВЕРЬ И третья ШИН ЗУБЫ ОСТРЫЙ ПрЕС ПИЩ ПИЩ ДАЛЕТ 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 КАКУ РАБОТ ДАЛЕТ 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 И СОГЛАСИЛИСЬ ЧТОБЫ ОН ДЕЙСТВАЛ И ВОЗДЕЙСТВАЛ НА НАШЕ ЕСТЕСТВО ДАЛЕТ 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 посредством своей руки, своего воздействия и изменить и преобразить нас, чтобы впоследствии, я не написал здесь, что тоже значит это, распространить нас в своих благословениях, чтобы впоследствии распространить нас в своих благословениях. Он хочет ввести нас в дверь, кто есть Христос, чтобы, войдя, мы стали на правильный путь и шли правильным путем. Для того, чтобы также дать нам пищу, субстанционную пищу, духовную пищу, важную пищу, которую бы мы ели, переваривали и усваивали. И интересно, что эта пища связана с нашим личностным возрастанием и познанием и связана с огнем. Поэтому святость, она напрямую связана с функцией огня. И она отображается, как огонь. Но если мы соберем воедино также все эти функции, мы увидим, что святой значит посвященный. Потому что те вещи, на которые указывает Дух Святой, это вещи, связанные с непосредственным посвящением. Другими словами, Дух Святой Дух Посвященный. И Святой это тот, кто посвящен. Освящен, отделен от чего-то и посвящен во что-то. Поэтому основная, я верю, одна из основных функций Духа Святого это взращивать посвященных Господу. Которые ходят с Богом в посвящении Духа. Дух Святой также назван Духом Истины. И поэтому в заключении мы посмотрим, мы знаем уже, что значит Дух, и это соедините вместе Святой. И теперь мы посмотрим Дух Истины. Или Истина. Эхмед. Ахмед. По-разному говорят о ней. Истина. Ибо Он есть Дух Истины, Который поведет нас во всякую Истину. Опять-таки, смотрите, когда мы говорим слово Истина, У каждого есть свои сформировавшиеся понятия. О, ну, есть Истина, есть Ложь. Значит, Истина это то, что не лживо, то, что истина, то, что правильно, то, что соответствует чему-то. Так и есть. Истина это то, что что-то неподдельно, то, что такое настоящее, то, что реальное. Так и есть. Поэтому Дух Святой будет вести нас во всякую Истину. Он будет вести нас в Реалии Божьей. Это уже глубоко. Но давайте посмотрим дальше. Истина. Три буквы. Первая буква АЛЕФ. И вы знаете, это голова быка. И значение главный, лидер, первый, высокий, наивысший, СИЛА. СИЛА. А также эта буква связана с Отцом. С Иисусом тоже и с Отцом. И также эта буква, вот она дрянем, просто как голова быка была, но ее также писали вот таким образом. И это значит быть запряженным в одно иго. Быть соединенным под одним игом, чтобы исполнять одну работу. возьмите иго свое на меня и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Следующая буква, которая отображает истину, это буква МЭМ. вода, вода, кровь, кровь, слово. И третья буква тав, 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 знамение, завет, крест. Две перекладины. Иногда его вот даже вот так вот писали. Как Икс. Итак, что есть истина? Мы знаем, что истина прежде всего кто? Это Господь Иисус. Он есть путь, истина и жизнь. Также сказано слово твое есть истина. Божье слово есть истина. И также дух это дух истины. Итак, когда ты ходишь в истине, когда ты истинен, и когда дух истины работает в тебе, ты будешь соединен, связан, связан, впряжен с Богом, с Отцом, во всяком его взаимодействии. Ты будешь связан с главой, и ты будешь ходить в силе вечного, наивысшего и первого, кто есть Господь. Слово Божье, кровь Христа будут могущественно действовать и проявляться в твоей жизни. Что будет являть знамение Завета? Что будет являть совершенную работу Христа? Тот, кто запечатлен Заветом, кто в Завете с Богом посредством Креста? Если человек в этом движется и живет в этом, он живет и движется в истине. Для чего мы иногда это делаем? Берем вот так вот некоторые слова и расчленяем их. В миру нашей временной, скажу так, временной, в миру нашей временной неспособности познавать целое, как целое, охватывать целое сразу. разу. У Бога есть такая способность. Он увидел и он познал. Он познал и он сказал. Он сказал и он подумал. Он подумал, сказал и сделал. Это все одно. Это все имеет целостность, это все имеет полноту. Мы пока временно не способны в этом двигаться. Мы возрастаем. Наша же способность познания это частичная способность познания. То есть познать какую-то часть. потом позже познать другую часть этого целого. Еще позже познать еще одну часть и так далее и тому подобное. Чтобы потом соединив вместе мы могли иметь познание. Разум Христов обладает полнотой познания. В разуме Христовом полнота познания. Но мы познаем разум Христов также отчасти. поэтому для того чтобы нам познавать целое мы познаем целое по частям. Это та способность которая была дана Сидраху Месаху Авдинагу и Даниилу. Способность разнимающей мудрости чтобы разуметь и знать всякое знание. способность расчленить разделить на сегменты изучить определенные сегменты по отдельности и потом познание отдельных сегментов совокупить в одно целое. Написано что мы соображаем духовное с духовным с духовным с духовным с духовным и так больше и больше формируется целостная картина Духа. Разум Христов высвобождает целостную картину Духа. это связано с нами это может быть связано с семьей это может быть связано с любой отдельной сферой. То есть познав части нужно будет потом соединить все. Не оставить части отдельно витающими или болтающимися в воздухе. Вот почему мы берем слово как мы брали слово Дух Святой Истина. Из чего состоят эти слова? Из конкретных букв. В Духе кто видел эти буквы они живые они огненные они излучают свет потому что Дух Божий дышит через них Это язык Бога Образный язык Бога 22 буквы И мы берем слово и расчленяем его по буквам и смотрим значение каждой буквы И в конце это значение мы соединяем и мы знаем непосредственно функцию этого слова Как в физическом когда мы посмотрели мы уже знаем с детства когда мы растем к примеру что молоток это молоток и мы видели как наш папа работая молотком забивал что-то что-то делал и поэтому смотря на молоток мы сразу знаем функцию молотка этим можно нужно забивать но духовных вещей мы не научились мы только учимся в процессе и некоторые вещи нам не были показаны какова их основная функция хотя мы заучили эти слова наизусть мы не видели как они функционируют и действуют в духовной сфере для чего мы это делаем если ты знаешь функцию ты можешь функционировать функционировать это значит практически действовать в той или иной сфере если ты можешь практически действовать в той или иной сфере зная функцию это неизбежно высободит плод твой плод будет пребывать и твой плод будет эффективен уничтожен народ мой будет за недостаток введения мы будем говорить об позже евреи думают мерками функции язычники думают мерками как что выглядит мерками таких форм формаций формативное мышление для евреев форма тоже важна но для них важна функция больше поэтому когда писание говорит рука господня была на мне мы сразу представляем какую-то некую форму руки которая на ком-то вот так а евреи сразу смотрят какова же функция руки если рука Божья была на мне что Бог делал функционально в жизни того человека на ком была рука очень практичный народ благословений всем вам с Господом аминь